Это звучит как правда, оправдание и самооправдание. Добрый вечер, Кирилл, и добрый вечер всем, кто слушает нас и смотрит нас сейчас. Я действительно, на самом деле, если кто-то из вас когда-либо слышал один из моих эфиров в течение происходящего за последние полтора года, то, наверное, сюрпризов каких-то в сегодняшнем разговоре для вас не будет. Я, скорее, попытался вообще обобщить, скажем так, все свои размышления и переживания, мысли и какие-то, может быть, суммировать выводы, которые я сделал для себя лично относительно происходящего, прежде всего, в России за время войны. Те открытия, которые удивительные и банальные, которые пришлось мне самому сделать. Дело в том, что наше с вами поколение, я в это поколение включаю как 20-летних, так и 40-летних, в общем, всех тех, кто формировался по-настоящему и формируется сейчас в постсоветской реальности. Первые 20 лет однозначно свободной, скажем так, не свободной, может быть, уже частично новой России, мы были как будто бы вне сферы идеологических интересов государства. И само государство как таковое, в принципе, отсутствовало. Люди его возглавившие, его, в принципе, дербанили с огромной увлеченностью. И люди, населяющие его, население, народ, были предоставлены сами себе. И его фактически могли существовать впервые за невероятно долгое время в положении идеологического вакуума, когда государство не диктовало народу, что считать правильным, что считать неправильным, что считать истиной и что считать ложью. И мы впервые за многое время могли просто называть финальные вещи своими именами, пока они были заняты пележкой. Но когда пележка кончилась и пришло время раздербаненное охранять от любых посягательств со стороны народа, тут, значит, государство снова заинтересовалось тем, чтобы путем сначала тонкой, а потом и совсем не тонкой уже настройки, мнение и мысли народа в нужное русло направить и от картины реальности его максимально отвлечь. И со всей стратой, конечно, это все проявилось во время войн, в первые же дни войны. Очевидно, совершенно было, по крайней мере, всем в первые дни войны, который всех застал врасплох, мы знаем, что она не только людей гуманистических взглядов, каких-то демократических взглядов застала врасплох, но и, в общем, армию, и даже части спецслужб, и совершенно обывателя неполитизированного, всех практически, и технократов в правительстве, и в банках, и так далее. Никто по-настоящему к войне это не готов не был, и, очевидно, совершенно, хотя бы по реакциям членов Совета Безопасности, которые блеяли что-то и бледнели, будучи Путиным вызванными на ковер, чтобы прилюдно быть в этой войне кровью замазанными, было очевидно, что никакого консенсуса по этому вопросу нет, и как бы они не изображали, они даже не особо могли изобразить какую-то убежденность или искреннюю поддержку, на самом деле все это совершенно была история неконсенсусная, которую никто из них изначально не поддерживал. И ложность предпосылок, и бредовость предпосылок этой войны, декларируемых, была совершенно очевидна и людям в этом зале, где он их собрал, и всем депутатам, которым было сказано стать следующими поддерживающими эту войну публичную, которые потом в собственной жизни и карьеры поставили на то, чтобы войну поддержать и так далее. Теперь, значит, в первые дни войны мы увидели совершенно искреннюю и массовую войне сопротивление тысячи деятелей культуры, науки, искусства, профессиональных организаций, профсоюз переводчика, профсоюз сценариста, философы подписывали массу открытых писем против войны, селебрити выступали против войны, все инстаграм-дивы постили черные экранчики, потому что говорили, что они против телеведущей, то есть не было никакого консенсуса. И всем было очевидно совершенно, что это зло, что предпосылки к войне совершенно ложные, что она ничем не оправдана. Всем было очевидно, где правда в это время. Правда была в том, что мы напали на соседнее государство, правда была в том, что оно ничем, это целое соседнее государство, войну не спровоцировало, война, очевидно, носит захватический характер, несправедливый, и попытки как-то ее объяснить все высосаны из пальца. Кроме того, творится с точки зрения истории новейшей России зло совсем какое-то беспрецедентное, и очевидно совершенно, что страна делает шаг в направлении пропасти, не говоря о том зле, которое, повторюсь, совершенно необоснованно, абсолютно беспровоцировано причиняет украинскому народу. И несмотря на то, что в течение последних восьми, предшествующих, вернее, войне восьми лет, все федеральное телевидение массированно пропагандировало возможность силовых методов, и вот эти все цепные псы, Цоловьева и Мамонтова, Бутолстого и Скобеева, и все их псевдоэксперты всячески сдвигали окно Овертона, пытаясь доказать людям необходимость, целесообразность и, главное самое, возможность нарушения этих мыслимых или немыслимых табу и начала войны против братского в тот момент еще украинского народа, никакой широкой общественной поддержки в войне не было. 10% возможно укушенных были как-то готовы войну поддержать, но все остальные люди совершенно к войне готовы не были, и присказка «лиж бы не было войны» она наиболее точно, мне кажется, описывала состояние российского общества в то время. Совершенно было ясно всем, где правда и где ложь. Однако власть, ну и поддержка была от людей каких-то, может, Евгения Миронова, который уже замазался поездками в Донбасс, или Михаила Пореченкова, который уже и так и так стрелял в направлении украинских войск из-за пулемета, или Захара Прилепина, который вообще стал одним из апологетов нового российского империализма, псевдо-советской какой-то ностальгии оправданного, но на самом деле это чисто в виде такой неофашизм, неоколониальный, или даже неоколониальный, наверное, колониальный традиционно в смысле этого слова, неофашизм русский. Ну то есть мы не удивились, узнав, кто войну поддержал, скажем так, в начале, и, по-моему, это были единицы среди общественных, публичных каких-то там значимых персон, буквально единицы были. Однако власть проявила настойчивость и разными методами воздействия на разных, воздействуя на разных ведерах общественного мнения, пресекая жестоко попытки мирного протеста, напомню, больше 16 тысяч человек было арестовано за участие в акциях протеста антивоенных в начале войны, это самое большое число арестованных за участие в каких-либо акциях протеста, за всю историю нашей России, такого не было, и жестокость, с которыми я сила, из которых силы ики подавляли эти акции, на применение электрошоков и избиения и так далее, это все тоже для России новейшие беспрецитетные истории, в таких масштабах. И потом власть проявила удивительную настойчивость и последовательность, в том, чтобы, с одной стороны, приручать тех деятелей и культуры, и общественных деятелей, и политиков, которые заняли определенную дистанцию или открыто воспротивились в войне, и удивительную настойчивость в том, чтобы, не сдавая, не откатывая назад, продолжить навязывать свою картину мира, в которой эта война была логична и необходима населению. Да, и хочется отметить, что все мы читали инсайдерские какие-то сигналы из единицы президента, из каких-то финансовых конституций, всего технического корпуса, российского государственного аппарата. Все были в ужасе от происходящего, никто это не поддерживал. Но удалось через определенные механизмы замазывания и публичного провозглашения своей позиции людей втравить. Сначала по той же самой технологии, по которой Владимир Владимирович Путин втравил членов Совета Безопасности, заставив их публично на камеру поддержать войну. Точно так же потом кругами по воде были активированы и включены в эту историю депутаты Совета Федерации, депутаты Сенатора, депутаты Парламента. Потом дальше вниз по цепочке различные чиновники, вплоть до директоров школ, институтов, государственных предприятий и так далее. И они дальше спустили вот эту историю гигантской, этой круговой поруки, дальше вниз на всю страну. И преследование инакомысленных, инакомыслящих прошлощений развернув по полной программе. Все мы знаем, но, может быть, не все мы знаем здесь, да, например, относительно артистов, деятелей искусства, режиссеров, которые позволили себе критику войны, были применены определенные репрессивные меры воздействия, им был выписан волчий билет, и для того, чтобы вернуться в профессию, снова начать сниматься, снова начать снимать, снова начать что-то ставить, они должны были пройти определенный обряд публичного покаяния, смены позиции своей, должны были договариваться с сотрудниками администрации президента, должны были какие-то определенные шаги. Вот как вот Рома Зверь только что пошел из наиболее свежих примеров, то есть достаточно просто сказать, ой, без попутов, простите, погорячился, человек совсем бывает, но надо потереть все свои антивоенные посты, и потом сделать какой-то общественный публичный шаг для того, чтобы распрощаться своей прежней репутацией и ее, в общем, расставить. Например, как вот Рома Зверь поехать в Донбасс, там пожмориться, когда выстреляют и испечь что-то невидимым бойцам видимого фронта. И таким образом, в общем, удалось, настаивая на заведомо ложной и абсолютно, в общем, лживой версии событий, которые не Россия, исходя из личных обстоятельств и заинтересованности своего президента, начала и навязала войну, начала войну против украинского народа, и навязала войну российскому народу, а была вынуждена, потому что гуси распространяют там радиоактивный спид, значит, против славян русского происхождения, украинцы разрабатывают атомную бомбу, да, они бы первые напали, до 8 лет бомбили Донбасс, и все. То есть и бесконечная смена прощупывания той, прощупывания версии в поисках той, которая бы могла найти какой-то отклик в душах и сердцах народа. Очень интересно здесь, как именно осуществляется перепрограммирование буквально в терминах нервно-лингумистического программирования, перепрограммирование населения, и не только населения, но и спикеров, и не только спикеров, но и представителей эстемблишмента, политического класса, биоклoretического аппарата, само программирование деятельно пропаганды через внедрение новоязла. Как отступление от очевидных совершенно истин, и как самоубеждение и убеждение других в истанности лжи происходит посредством языка. В принципе, это не какое-то современное изобретение, это было, конечно же, и Ферисевской власти внедряемо активно, И гитлеровская Германия использовалась очень. То есть, называние каких-либо совершенно неоднозначных или даже откровенно людоедских инициатив власти каким-то новоизобретенным термином позволяет, и принуждение людей к произнесению этого термина, позволяет программировать сознание определенным образом. Сам очевидный пример здесь – это именно специальная военная операция, СВО, которая заменяет слово «война». Слово «война запрещено». Изначально генезису этого таков, с моей точки зрения, что в соответствии с законом и специальной военной операцией власть имеет право держать в полном секрете цифры собственных жертв и потерь, и цифры жертв и потерь противоположных сторон, и в том числе среди гражданского населения, потому что все, что специальное, покрыто завесой тайны, и нет никакой обязанности со стороны власти что-либо декларировать. Но дальше принуждение к использованию термина СВО обрело характер навязывания маркера СВО чужой населения. То есть если ты называешь это войной, а что ты называл это войной, несколько человек, включая меня, были публично высечены и наказаны за называние очевидным-очевидным, называешь это войной – вот тебе срок за дискредитацию Армии Российской Федерации. Сам по себе закон, который называется «Закон дискредитации вооруженных сил», на самом деле, конечно же, не о дискредитации, а о том, что ты называешь вещи с именами. Закон о том, что ты распространяешь правдивые сведения о военных преступлениях Российской армии, и назван законом о распространении заведомо недостоверных сведений. То есть есть полное переначивание. Но в Германии нацистской, например, ни в коем случае даже среди лиц непосредственно к этому причастных нельзя было называть истребление еврейского народа казнями или убийствами. Был очень строго регламентированный вокабуляр. В частности, казнь назывались специальной мерой. Это не как высшая мера, потому что можно было высшую меру расстрелом назвать у нас. Там очень жестко действовала терминология в отношении всего происходящего. Окончательное решение вопроса еврейского подразумевало геноцид истребления. Это можно было назвать исключительно вот в этих терминах. Специальные меры, как и специальные меры. И масса вообще определенных слов, которые программирует сознание. В фильме Ласла Немеша «Сын Саула», который описывает происходящее в Освенциме, люди, которые, ну, еврейские заключенные Освенцимы, не только еврейские, которые работали в печах, например, не имели права называть тела убитых евреев телами, или людьми, или трупами. Это же словом «вещь». И немецкая охрана все очень настаивала о том, чтобы это называли словом «вещь». Через какое-то непродолжительное время произнесение вслух определенным образом, определенных, определенных, называние определенных вещей или явление определенным образом начинает формировать твое сознание, форматировать. Если ты понимаешь, что лжешь, называя войну специальной военной операцией, это создает у тебя ощущение когнитивного диссонанса. Делается, на самом деле, это, конечно же, через принуждение, через угрозу репрессий, насаждается именно для того, чтобы привести население к конформности, чтобы подавить сопротивление и мысли о сопротивлении даже внутреннем через соблюдение ритуала, который заставляет тебя в ежесекундном режиме, по крайней мере, каждый раз, когда ты говоришь эту тему вслух, отказываться от своих убеждений. Тот факт, что ты публично вынужден замалчивать правду или тем паче, хотя бы вслух, когда вы декларируя, находясь в публичном пространстве или даже в компании относительно близких людей, называть войну СВО, зная, что именно это требует у тебя власть, и зная, что власть запрещает называть войну войной, ты каждый раз себе немножко сам свой хребет гнешь. Ты его гнешь, 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 и либо ты станешь гуттаперчевым от этого всего, либо хребет у тебя хрустнет. Само понимание того, что ты каждый раз, назвав войну СВО, соврал, вызывает у тебя, разумеется, когнитивный диссонанс. Из-за того, что ты испытываешь когнитивный диссонанс, это ощущение неприятное, ты понимаешь, что наступаешь на горло собственной песни, отказываешься от своих собственных принципов, ты стараешься всего этого избежать. Но если, с одной стороны, это подкрепляется репрессиями, страхом репрессии, страхом наказания, рисками, и ты не можешь в эту сторону вступить, потому что боишься определенных потерь, потери профессиональной работы, потери свободы, может быть, расправы и так далее, то ты начинаешь двигаться в другую сторону. Ты, чтобы не чувствовать себя лжецом и не чувствовать себя трусом, чтобы не подрывать основы собственного мироощущения, где ты желаешь видеть себя человеком правым и правильным, ты начинаешь убеждать себя в верности аргументов, на которых зиждется оправдание насилия, в верности лживых заведом аргументов, лживость которых ты прекрасно понимал вначале. Ты начинаешь искать аргументы и факты, которые позволят тебе подвергнуть эрозии собственную позицию прежнюю, и укрепить в этом диалектическом поединке позиции той стороны, которая угрожает тебе насилием. И так, мне кажется, на этом строится конформизм. Повторюсь, возможно, я с точки зрения психологов социальных какие-то банальности произношу, но это все какие-то мои тривиальные открытия, сделанные мной самим на протяжении последних полутора лет, наблюдая и за собой интерспективно, какие ощущения я проживаю, и затем как поменяется и поведение, и риторика людей, прежде всего в России, остающихся по самому выбору или вынуждены. Ты начинаешь подвергать сомнению возможность истины как таковой, говоря себе, что нет истины, есть только точки зрения, и точка зрения равна другой точке зрения. И то, что Путин видит мир вот так, словно там все еще продолжается холодная война, или война даже мировая, или что вторая мировая не заканчивалась, это валидная точка зрения. Хотя мы прекрасно понимаем, что пока он эту воображаемую совершенно реальность не реализовал путем масштабного кровопролития, и пока он не вызвал эту реальность в жизни, она оставалась исключительно в его воображении. Мне кажется, что вот этот процесс переламывания себе самому крипта, он является и является на самом деле желаемой целью, обозначаемой как цель необходимая диктатурой. Потому что, ну, то, что у нас диктатура, сомневаться не приходится. То есть смысл здесь не просто в том, чтобы заставить людей вслух какие-то вещи произносить, а в том, чтобы они над собой эту процедуру проделали, чтобы они сами себя переубедили, чтобы они заставили себя во вранье заведомо поверить. И вот этот факт убеждения себя, процесс убеждения себя в истинности вранья, самоунижения, на которое ты прекрасно, на самом деле, понимая, что ты идешь, исходя из страха, или из соображения выгоды, отказываясь от совершенно очевидных истин. Убеждение себя в истинности вранья ради выгоды или страха. Вот этот процесс, на самом деле, и есть процесс самообращения в рабство. За прошедшие 30 лет из-за недогляда власти, которая, повторюсь, была увлечена бизнесом, выросло поколение, предоставленное само себе и относительно свободное. И это поколение нужно было снова призвать к сапогу. Это поколение нужно было призвать к ногтю и к сапогу, и обратить его в рабство, потому что это было поколение нерабское. Теперь опыт самостоятельного сгибания себя, опыт переламывания себе, самому, предоставленного, это и есть опыт обращения нынешнего поколения в рабство. При этом надо понимать, что любой человек, конечно же, как я раньше начал говорить, испытывает острую необходимость просто для поддержания психоэмоционального баланса ощущать себя правильным и правым, ощущать себя на стороне правды и ощущать себя в целом хорошим, добропорядочным человеком. Когда тебе предлагают при этом оправдывать массовое убийство, бомбежку городов, убийство гражданских жителей, принимать ее, учитывая, что это не какая-то абстрактная страна, где люди на тебя не похожи, и на версии говорят на другом языке, а что люди это выглядящие точно как ты живущие в точно таких же квартирах, с такими же коврами на стенах, и говорящие, ну, очень похожи на тебя, и к тому же эти люди вокруг везде тебя существуют, и на эстраде, и в правительстве, и среди твоих семьи, и знакомых и так далее. Усилия требуются серьезные для того, чтобы объяснить себе, что так и надо, и так и есть. И власть, собственно, тоже, понимая, разумеется, тотальную аморальность всего, что творит, судорожно пытается найти обоснование или объяснение своими людоицкими действиями. Реальная мотивировка здесь заключается в том, что эти люди боятся потерять все, но Путин боится потерять власть, Путин боится невозможности передать свои завоевания и накопления следующему поколению наследственной, как они предполагают, новой аристократии, и необходимость из-за этого возникающую, значит, цементировать те естественные развития в российском обществе, которые происходили в последнее время. Тем не менее, оправдывая, ну, обосновывая необходимость сакрализации власти через кровь, они играют в опасную игру. Они должны объяснить людям, что кровь проливается не напрасно, что все это оправдано, что другого выбора не было, и что Россия находится на правильном пути, и что люди гибнут не зря. И вот этот перебор версий самооправдания, который мы видели в последние годы, ну, последние полтора года, от этих радиоактивных гусей и прицельного вируса ковида и разработки Украины атомной бомбы и так далее, и так далее, все это, разумеется, просто вот еще раз показывает, как власть пыталась себя в глазах народа оправдать и эту войну оправдать. Самый действенный способ оказался переворачивание ног на голову и саморектимизацию, то есть представление себя вместо адреса, которым, разумеется, и российская власть, и Россия как государство являются, жертвой. То есть выбора у нас не было, нас в это во все втянули, выбор нам оставлен никакого, значит, не было западными партнерами Украины, мы были вынуждены реагировать, мы защищаемся, мы не нападаем. То, что это совершенно с фактами никак не сходится и никакую проверку реальности выдержать не может, не имеет значения, потому что гораздо важнее здесь та эмоция, острота той эмоции, которая подбрасывается людям, и упоительность переживания этой эмоции, которая затмевает совершенно неубедительность аргументации, вызывая яркие эмоции, которые проживаются людьми искренне и болезненно хорошо, скажем так, прежде всего, это эмоции обиды, рессентименты и мести, ощущение, навязывание ощущения народу, как бы себя, как жертвы, которые, тем не менее, способны теперь каким-то образом за свои беды отомстить. То есть само это ощущение настолько сильно и настолько в особенности людям, жизнеунижаемым, государством на самом деле, яркое, что люди с удовольствием эту эмоцию проживают. И они хотят ее проживать еще, потому что она дает им определенные, как наркотические вещества, и упоение, и отвлечение, и избавление временное от тревог и болей, которые у них есть. Поэтому пропаганда не то чтобы убедительна, но она заразна, и она справляется со своими функциями, несмотря на то, что сегодня она врет одно, завтра другое, заставляет людей забыть о том, что она врала вчера, и не особенно тревожится по поводу убедительности аргументации своей. Потому что сила эмоции и упадительность важнее, чем факты. Однако происходит шаг за шагом отдаление от правды, и от этого возникает, разумеется, диссонанс. Как будто бы русский народ находится в вечном поиске правды. Вечный поиск правды, это, разумеется, связано с тем, что государство вечно вводит его за нос, потому что государство это неизбежно и всегда узурпаторное в России, царь, разумеется, единственная легитимация его в том, что он помазанник Божий, то есть нулевая, наследственная власть, справедливость и оправданность, удержание которой нужно, разумеется, людям доказывать. И вместо доказательства мы имеем только подавление свободомыслия, отвлечение людей на религиозные какие-то конструкции, вызывание демонов ксенофобии, обращение к религиозному фундаментализму, вызывание демонов имперских, отвлечение на завоевательные какие-то истории, то есть, в принципе, культивирование того же самого ресентимента, ощущение собственного превосходства другими по факту собственного рождения и так далее. И тем не менее, каждый раз, когда очевидность ложности, лживости позиции, которая тебя требует занять государством, начинает резать глаза, людям необходимо этот диссонанс преодолеть. Им необходимо доказать себе, что они принимают то или иное решение, не исходя из соображений шкурных, чтобы не потерять работу, например, или концерты, и не исходя из того, что они боятся репрессий, или быть отравленными, или быть посаженными, или просто потерять работу, потому что это заставляет признать в себе низменные качества, трусость, шкурность, жадность, малодушие и так далее. Людям необходимо постфактум свою позицию морализовать. И они начинают приписывать своему шкурному или связанному с соображениями самосохранения выбору какую-то моральную подоплеку, моральную составляющую. Объясняют, что те, кто уехал, уезжают не потому, что боятся за себя и своих детей, а потому, что не хотят разделять это будущее с диктатурой. Те, кто остаются, наоборот, говорят, что они проявили мужество, оставшись, и что они не побежали из страны и так далее. Те, кто поехал на фронт, объясняют, что они делают это, не потому, что им платят в Москве 400 тысяч рублей за убийство других людей, а потому, что они родину защищают, потому, что они мужики, потому, что они настоящие герои и так далее. Ну и так далее. То есть человеку, вне зависимости от того, какое он решение принял, необходимо потом подвести моральную базу под это решение, чтобы не признавать и не признаваться себе в том, что решение принято по соображениям другого порядка, соображениям самосохранения или соображениям максимизации выгоды. И кроме того, надо понимать, что любая диктатура – это прежде всего сила. Выбор здесь не между правдой и ложью, а между правдой и силой. Убедительность всех этих ложных, выморочных построений, на которых зиждется любая диктатура, система воображаемых координат, новояс, этот волопюк, который форматирует сознание, принуждая людей к покорности – все это убедительно, поскольку это подкреплено силой. Такие государства должны все время проецировать силу и грозить насилием и осуществлять насилие. Но пока диктатор силен, он убедителен. Как только он ослабел, его сразу начинают высмеивать. И король голый, от удивительного открытия, сделанного маленьким мальчиком, неужели до сих пор до мальчика никто не видел, что король с голой жопой? Разумеется, видели это все. Дело не в том, что никто этого не видел. Дело в том, что было очень страшно сказать услугу, чтобы голову не отрубили. Но если у короля случился инсульт, он упал с трона, голая жопа кверху, в этот момент всем становится очевидно совершенно. Потому что не страшно в этот момент уже стало. Это одна история. Другая история заключается в том, что примкнув к силе, потому что ты себя ощущаешь слабым, и согласившись с аргументацией сил, даже если она очевидным образом правду нарушает, ты начинаешь эту силу оправдывать, потому что, а, ты должен морализировать свою позицию, свой выбор. И с другой стороны, ты не можешь себе никогда признать, что находишься на стороне зла. То есть если ты примкнул к злу, ты начинаешь объяснять себе, что это и не зло вовсе. И тут у тебя возникает серьезная потребность к самооправданию. С одной стороны, ты говоришь себе, что все не так однозначно. Все не так однозначно на самом деле означает, что ты отказываешься считать, что в этой ситуации, безусловно, изначально понятны тебе, что вот тут добро, тут зло, тут черное, тут белое, тут мы, тут они, так делать нельзя. Но как только ты это признал, получается, что если ты с этим не споришь, то ты находишься на стороне зла. Значит, если ты говоришь, что все не так однозначно, значит что нету в этой ситуации двух полюсов нет хорошего и плохого ничего не белого и ты находишься на стороне черт на стране зла не потому что страшно тебе за себя не потому что выгодно находиться на стороне зла потому что другая сторона не является стран добра ты соответственно если они не белые ты ничего на все серы а если все серые то это ощущение нахождение станет разъедать тебя и не перестать тебя жечь поэтому ты очень ты отчаянно цепляешься за прошу прощения поэтому ты отчаянно цепляешься за любые попытки за любые возможности доказать себе что в той страну зло ты говоришь ну посмотрите вот украинцы замучили российского военнопленного ай-яй-яй это дает тебе силы и уверенность себе чтобы продолжать работа на российском государстве ты доказал себе что они не добрые и нехорошие что они такие же как ты такие же как ты значит нет никаких полюсов и нет никакой правды необходимость эрозия самого самой концепции истины тоже происходит отсюда лишь нет никакой правды и правда быть не может поэтому что я лгу не делает меня ничем отличающимся от противника противник тоже все правды мы не знаем эта история в общем из этой же серии ты говоришь все правды мы не узнаем у нас установить если невозможно если не существует в принципе это что кто-то у нас там привирает это что я сам привираю я не сознательно это дело потому что правда не существует как возможности концепции это недостижимый идеал поэтому все могут врать я могу врать и соответственно распространяя ложь или вере в ложь я не совершаю ничего заведомо морально то что я хочу все находиться на стороне морали другая другая стратегия в общем избежание ощущения себя на стороне зла это пропагандируемая собственная беспомощность как ты говоришь я ничего не могу изменить от меня ничего не зависит поэтому я отказываюсь занимайтесь какую-либо позицию и скопизм который заключается в том что ты просто продолжай жить какую свою жизнь им это в москве петербурге сейчас очень наблюдаем отказ признание собственной слабости как определенной стратегии самоспасения отказ занятия позиции конфликта относительно силы подкрепленной насилием даже если это заведомо заведомо и зло заведомо ложь ну и на крайний случай это приписывание своих грехов все обстоятельства ты говоришь на нем не такие жизнь такая и это вот собственно это же желание себя оправдать до приходилось там работать концлагере там на побегушках но что делать были так или умереть правильно невозможно признать что ты примкнул к злу и мы видим что хотя россия творит безусловные неопровержимые задокументированные многократно зло большая часть абсолютно населения те кто не уехали уехал миллион осталось там 100 с чем-то научились это все ну в лучшем случае как бы игнорировать в лучшем случае даже каким-то образом декларативно хотя бы поддерживаю некоторые поддерживают повторюсь здесь на точки зрения меньшинство искренне но по другой причине и в общем суммируя все что было сказано то есть я пытался здесь объяснить для себя первую очередь что вряд ли наверное какие-то невероятные стены сейчас для вас открыл чем правда военного времени отличается правды и как люди с заведомой ложью учатся мириться и себя в достаточно определенных решать достаточно очевидных вещах могут разубедить у перехода на сторону зла и на сторону злы лжи есть долгосрочные последствия да и когда морг рассеется и владимир путин отправиться в мирной ничего не кончится для людей которые на сторону зла пришли на сторону уже пришли во первых жизнь без хребта невозможно без отказа от веры в этику возможность добра и существования добра существования допустим вы недопустимого этот цинизм я начинаю сейчас думать что мое собственное поколение поколение 40-летних поколение 50-летних путинское собственное поколение настолько циничны именно потому что им самим пришлось в свое время отказаться от веры в то что возможно добро и возможно зло цинично не потому что они формировались в условиях тотальной лжи навязываем их невозможно и абсурдных декларативных норм и принципов которые полностью расходились и презирались и дома, и в семье, и в неформальном круге общения и так далее. То есть опыт двоемыслия как функция, как результат принуждений государством к декларированию заведомой лжи, эрозия систематических координат, представление добре и зле, допустимость из-за этого зла и готовность людей нынешнего поколения терпеть зло, связаны именно вот с этими процессами. Поэтому смена позиции через личные жертвы также может привести к отчаянной защите новой позиции, даже если эта позиция казалась совершенно ложной. Вот был ты против Сталина, потом у тебя забрали и репрессировали членов семьи, и чтобы сохранить себя, ты начинаешь убеждать себя в том, что вот эта потеря была оправдана, что эти люди сами были во всем виноваты, что действительно они были там короткистами или английскими шпионами, или недостаточно Сталина любили. И если тебе удается себя в этом убедить, то ты, пройдя через такие огромные личные жертвы, и настолько себя унизив и сломав себе собственными руками хребет с таким громким хрустом, ты занимаешь эту позицию уже теперь отчаянно. И вот объяснение феномена сталинистов среди тех, кто пострадал сам от репрессии. Невозможность признать напрасной жертвой отказа от себя самого. То есть ждать, что каждый, вернувшийся с войны, с фронта, потеряв руку, ногу или товарища, ждать, что матери, потерявшие своих сыновей, станут непременно противниками государства, напрасно. И это совершенно необязательно работающая история. Может быть и наоборот, чем бессмысленнее жертва, тем больше необходимость эту жертву себе объяснить и осмыслить. Придать ей смысл. И учитывая, что это требует от тебя определенных усилий, и происходит это, повторюсь, через переламывание хребта самому себе, в этом случае позиция, которую ты занял, оплаченная кровью твоих близких людей или твоими собственными страданиями, и прошедшая через унижение себя, может оказаться гораздо более истеричной и последовательной, чем позиция, смена которой не стоила тебе ничего. Наконец, надо признать, что людей, которые примыкают к силе, к лжи и к злу, они на самом деле выигрывают довольно много, потому что они освобождают себя тем самым от массы ограничений, которые делают этических ограничений, которые стесняют человека, рвущегося к определенным благам, жизнь. Когда ты становишься на сторону зла, ты приобретаешь свободу чинить самоправство и забирать благо эти у людей, находящихся по другую сторону, и у любого геноцида есть всегда экономические обоснования. Забираешь ли ты дом, прошу прощения, у Тутси, если ты Хуту, или выдираешь ли ты золотые зубы у людей в Освенциме, или ты отбираешь дом у Гугеннота, все это, в общем, всегда имеет определенный стимул дополнительный, и на одной лишь ненависти к представителям других групп далеко уехать нельзя. Примыкание к силе, примыкание к злу, повторюсь, освобождает, и освобождает темные стороны человеческой души, безособенности, подверженные этому люди, сами однажды перенесшие унижение, не травмированные этим. Тем не менее, познав это, отказаться от этого многим людям оказывается сложно. И в искренности раскаяния эсэсовских офицеров, и в искренности раскаяния, ну, которых принуждали к раскаянию, по крайней мере, формально, или в раскаянии большевистских палачей, приходится сомневаться. Я думаю, что никто из этих людей, познав освобождающую мощь зла, ни в чем искренне не раскаивался. Наоборот, они очень скучали по тем временам, когда это было допустимо и возможно. Завершить хотелось бы прогнозом для России, мне кажется, что прогноз в этом плане, наверное, не катастрофический, но и не утешительный. Я думаю, что вот этот опыт принуждения людей к уверованию в заведомую ложь, унижение публичного людей, растаптывание чувства человеческого достоинства, и приглашение их к присмыканию, которое они, ну, пока все еще достаточно неохотно, но все более массово, как мы видим, исполняют, безусловно, сформирует у нас очередное поколение, к сожалению, циников, людей, способных к двоемыслию, и, ну, пусть не рабов, конечно, и я последний, кто поверит в то, что русский человек генетический раб. Я считаю, что поколение Дудя, условно, это поколение людей свободно глобально мыслящих и стремившихся к свободе в человеческой жизни и глобальному миру. И именно в том, чтобы этих людей снова загнать в рабство, и заключался план замазывания русского народа, крови украинского народа, и заключался план развязывания этой войны. Сама по себе Украина России не нужна, территории эти не нужны, население это не нужно, нужно обеспечить покорность еще на поколение вперед российского народа, что, собственно, и проделывается. Вот. Хочется только верить в то, что, ну, по крайней мере, фига в кармане, наш человек сможет какое-то пассивное сопротивление хотя бы этому всему оказывать, и как и надеется он под корягой очередной этап помрачения рассудка российского государства переждать. Спасибо большое. Да, у меня, видите, здесь стемнело пока, я бубнил. Да, Дмитрий, спасибо большое. Ну, моя задача тут не входит к нам не комментировать, сказывать, а не спорить с вами. Я только хочу отметить, что в этом формате такого такой медленной речи, не очень длинный, не предназначенный для какого-то быстрого быстрого употребления, мне показалось, что это действительно достаточно такой мощный, мощный и вязкий мратив, слушатель, который, в общем, настоящий мертвец. Несмотря на то, что так будто бы мы тоже об этом думали, что там это не знали. У нас есть вопросы в чате? Давайте я поинтригу. Сказать, ну, коллеги, да, у нас, мне кажется, у нас в споте, судя по количеству людей, которые нас смотрят, к нам пришел не только свободный университет, потому что в свободном университете вряд ли у нас будет 600 человек, которые одновременно могли бы собраться на лекцию, в смысле, это было бы, где у нас это, рядом и всего, тысяч пять. Ваши студенты, когда мы просто начинаем в день, например, мы знаем, куда еще пришли люди, ну, и вопрос, соответствующий частично от студентов, частично от зрителей. Типичный вопрос, заданный в разных форматах, задает Яна. Как вы думаете, можно ли сохранить себя и просто жить дальше? Я думаю, что, во-первых, вы будете, оставаясь в России, вы будете, я не в конечнике текуя выбор людей, оставшихся в России, я понимаю, что уехать – это роскошь, недоступная абсолютному большинству людей. Я продолжаю, то есть, поскольку я не могу, не нахожусь в позиции моральной и не являясь профессиональным революционером, не могу призывать людей к каким-то формам сопротивления, просто в ваших, собственно, к интересам я бы рекомендовал вам все-таки уезжать ради самосохранения. Я понимаю, что в России все еще есть эмболитационный эффект, и Патрик Кибитком, и Думская площадь в Питере гуляет и так далее, и так далее, то есть, есть ощущение сохранения бытового комфорта, консюмеристского, но тот факт, что вы не можете просто там продолжать думать то, что вы думаете, а когда ты не можешь говорить вслух, ты отвечаешь себе определенные вещи, ты отвечаешь себя и думать тоже в избежание диссонанса или обходить эти темы стороной, да, то есть, как бы, считай, проглотил острый предмет и не можешь от него никак избавиться, и организм начинает это просто предмет окружать рубцовой тканью, чтобы просто он дальше органы не порвал. Примерно то же самое происходит с нашим сознанием и наличием остро-диссонансной конфликтной темы. Вот, это все, разумеется, приводит к различным последствиям. Я так понимаю, что ни по телефону люди не могут вещи уже обсуждать, ни в общественных местах не могут вещи. Все это достаточно, ну, вот так себе, да, если это не связано с выживанием, то других, как бы, оснований для того, чтобы через проходить я не вижу. То есть, вы можете полностью отключиться от повестки, но повестка вас однажды найдет. И это может быть повестка электронная, а может быть повестка новостная, и даже если вы пытаетесь каким-то образом ее игнорировать, и проживая в крупных городах, может быть, вам отудается лучше, потому что призывают меньше, буквы за это все доубрали, и так далее. Но, тем не менее, власть, для того, чтобы сохранить себя, она будет эту войну продолжать. И по логике просто происходящего, с точки зрения власти, эту войну проиграть нельзя, потому что это будет означать ослабление оппозиций. А это значит, что люди, которые ее персонифицируют, потеряют все наживки в свое имущество и, возможно, жизнь. То есть, они, в отличие от тех, кто за все хорошее против все плохого, хотя это тоже не совсем так, сражаются за выживание. Мы знаем, что люди, которые за все хорошее против все плохого, тоже подвергают смертельной опасности все чаще, и тоже начинают сражаться за выживание, иningi. Но я думаю, что, просто оставаясь внутри себя, в ситуации, когда страна скатывается в агрессивный фашизм, будет сложно. Я думаю, во-первых, что люди, живущие в России, это уже не те самые люди, которые жили в России два года назад, а люди, которые жили два года назад в России, это не те самые люди, которые при медведях жили. Люди гораздо менее свободные, гораздо более запуганные, гораздо более привычные ко лжи, гораздо более цинично настроенные. И рекордное употребление и продажа антидепрессантов в Российской Федерации говорят о том, что это мощнейший диссонанс преодолевать, который без цены для собственного психического здоровья невозможно. То есть можно это игнорировать, но у этого будет цена. И цена, в частности, ну, которая, даже если вы не заплатите ее своей свободой, если не своими деньгами, вы заплатите ее собственным здоровьем, не только психическим, потому что такие вещи для организма бесследно не проходят. То есть можно было жить в неком двоемыслии в вегетарианском брежневском СССР, но в людоедском, путинском, в этом строе новом, все более людоедском, игнорировать это или вымыслим от ситуации, откупаться, абстрагироваться, будет все сложнее. Спасибо большое, Дмитрий. Нам тут пишут в комментариях, что мы попали в алгоритм или туба, поэтому уже больше семи сотен людей с нами сейчас как-то. Отнественность лично моя, по крайней мере, точно увеличивается за такую ступень организации. Спасибо, что прошли время. Давайте еще, наверное, вопросы обсудим. Марк пишет, как не пушануть и не дать заплатить себя ненависти и злоби ко всем развязавшим и поддерживающим эту войну? Ну, опять же, я из меня психотерапевт так себе. Я могу только по собственным каким-то ощущениям и человеческим разговорам о ситуации судить. Я считаю, что здесь, наверное, ощущение собственного бессилия. То есть, опять же, ты понимаешь, что происходящее глубоко не ошибочно, а ложно, несправедливо и, в принципе, чудовищно и разрушительно не только по отношению к украинцам, но и по отношению к нам с вами, ко всем гражданам Российской Федерации. И в избежание этого диссонанса ты можешь или убедить себя в том, что ничего не можешь с этим сделать, или ты можешь убедить себя в том, что на самом деле это зло оправдано, или ты можешь пытаться сделать что-то, чтобы исправить это зло, или ты можешь просто сбежать и закрыть уши глаза. Значит, с моей точки зрения, возможно, и главное, что оправдывало бы и искупало бы нахождение тебя в Российской Федерации, это какое-то пассивное гуманитарное сопротивление чинимому злу. Я противник истории коллективной вины, но сторонник истории коллективной ответственности. Я считаю, что все мы, как граждане России, несем часть ответственности за происходящее, потому что, во-первых, война чинится нами всеми, как будто бы, от лица нас всех, скажем так, потому что Путин Владимирович утверждает, что это не его личная война, а Россией, встраиваемая в рамках ее исторической миссии, в рамках ее попытки защитить себя и ее народ, некий, как бы, новый такой вот, ну, крестовый поход или оборона крепости и так далее. Разумеется, все понятия полностью подменяются, и черные на белые подменяются, и правда-неправда, и зло на добро, но, тем не менее, то есть, если ты с этим не согласен, недостаточно просто молчать. Надо что-то сделать, ну, хотя бы, там, украинских беженцев как-то поддержать, кого-то где-то там разместить, родственникам своим, в конце концов, или знакомым, где-то позвонить там, написать, сказать, что я против, и упокаяться, и попросить прощения. Это уже на уровне личной ответственности и участия в исправлении творимого от твоего лица зла значит очень много. Если ты, просто потому что тебе неловко, не хочется чувствовать себя виноватым, украинцы там ничего не сказал или отвернулся, ты творишь, что ты, как бы, не понимаешь и так далее, или не позвонил, не сказал, ну, получается так, что ты в этом пассивное участие принял. Да, спасибо большое. Илья, вот, явно студент спрашивает, ваша идея очень похожа на то, что в своих лекциях высказывал философ-кинерат Мабардашили, знакомы ли вы с его трудами? Знаете, я человек малообразованный, вышел из лица, я, конечно, знаю про Мабардашили, но и трудов его не читал, вынужден признаться. Но это просто какие-то достаточно вещи, но самоочевидные. Просто до сих пор мы в этой конфликтной ситуации, наше поколение, в отличие от его поколения, еще не находилось. И эти открытия, мы, воспитанные массовой культурой, которая все перевирает, искажает и неверно репрезентует, не могли понять, как все это на самом деле устроено. Не могли понять, что конформизм, на самом деле, является совершенной нормой поведения человеческого общества. Не могли понять, что героизм – это девиантное поведение. Не могли понять, что, оказывается, люди с готовностью и сложью мирятся. И не могли понять, как немцы, например, из просвещеннейшей нации Европы, только с французами конкурирующие за это звание, вдруг в течение гораздо более, кстати, короткого времени, с 1933 года, в момента прихода нацистов к власти, за 6 лет совершенно озверели, оскотинились и превратились в мракобесную какую-то стайл. А вот так, оказывается, это происходит, и может быть, потому что это свойственно вообще любому человеку. Есть определенные клавиши на человеческой душе, нажатисти, которые от вот такого удивительного эффекта добьешься. И в этом плане я хотел бы еще раз сказать, что русский народ у меня никакого осуждения не вызывает. Я считаю, что мы даже удивительно плохо поддались попытке обращения нас в фашизм, и искреннего фашизма, за исключением процентов, повторюсь, десяти троглодитов и людоедов, я в нашем населении не вижу. Вижу конформизм, вижу малодушие, вижу фатализм, а стервенелости и человеконенавистничества заметно очень мало. И это утешительно. И это дает надежды на исцеление в случае смены вектора. Всебольшой, мне кажется, вот еще хороший вопрос. Автор пишет вопрос про силу. Продвигать ложь силы получается, а возможно ли продвигать правду силы? Мне кажется, это вопрос, с которым сталкивается любой демократический режим. Если ты... Ну, то есть правда, по идее, должна обладать определенной, не вульгарной, не физической, не связанной с угрозой применения насилия мощью, но она очень часто может идти вразрез с интересами групп влияния, которые узурпируют источники дохода или источники, скажем так, власти, и которые используют различные, ну, спрещенные методы, включая физическое устранение, запугивание, шантаж, подкуп и так далее, ради сохранения. Ну, что-то происходит как бы у нас, что-то происходит в любых государствах, где значительно улегает мафия и так далее. То есть это, ну, одной правды зачастую бывает недостаточно. Та сила, которая есть у правды, это сила закона. Установление обязательно к соблюдению правил, основанных на справедливости, которые, да, соблюдается даже неукоснительно, и соблюдение которых форсируется в том числе при помощи применения силы, да. Но сила не беспредельная, а сила, регламентированная, основанная на справедливости и уважении человеческих прав к свободу правилам. Вот так. Спасибо большое. Автор вопроса про Мабардашвили советует вам читать Мабардашвили. Так вот, будем. Довольно сурово. Андрей, мне кажется, задает вопрос, такой более прагматический и понятный. Как бороться с аргументом о том, что Россия предоставляет возможность беженцам из Украины жить в России, и если украинцы сами ведут в Россию, значит, ничего, никакого там зла не происходит. Ну, вот в последнюю фразу я уже добавил для контекста. Надо понимать, что, значит, аргумент очень простой. Россия начала эту войну, Россия начала эту войну в 1914 году с захвата Крыма, с началом создания предпосылок гражданской войны в Донбассе, с инфильтрацией российских формирований в Донбасс, дестабилизацией в Донбассе и так далее. И этой ситуации бы не было, если бы не агрессивные действия России, которые до этого уже были опробованы в Приднестровье, в Грузии, с Абхазии, с Южной Осетии и так далее. То есть это, ну, просто движение по давно понятному действующему принципу, который еще раз свою эффективность был признан зарекомендовать. То, что украинцы едут в том числе в Россию, не доказывает ровным счетом ничего. Зачастую эти люди не имеют настоящего вновь выбора. Искренности их суждений доверять мы не можем, потому что они не находятся в безопасности. Находясь в России, правда, они говорить вам, разумеется, не будут. И точно так же они в свое время могли быть подвержены действию русскоязычной, российской пропаганды, которая, безусловно, на них была направлена адресно, адресуясь к их болевым точкам и обрабатывая это население с самого начала появления независимой Украины. Да, спасибо. Мне кажется, у нас есть возможность на два вопроса ответить. Один такой, я бы сказал, типичный, но показательный. Вот Ирина настойчиво задает вопрос, мне кажется, он тоже имеет право на существование. На какую литературу, где можно почитать то перепрограммирование через язык? К этому вопросу еще был в комментарии другого зрительницы, которая спрашивала, к чему это перепрограммирование работает, в том числе на людей, для которых русский не является родным языком или единственным языком. Это никакого отношения не имеет к тому, насколько русский язык для тебя родной. Это имеет отношение к тому, что ты подменяешь понятия и заставляешь людей ритуально произносить некоторые термины, заведомо специально истину искажающие. И сам факт произнесения, называния понятных феноменов, эмоционально окрашенных, заведомо извращающими их в суть названиями, является ритуалом приведения тебя к поклонности. На самом деле, в честном виде, наверное, нервно-ингунистическим программированием это не является, и нервно-ингунистическое программирование это псевдонаука, но почитать какие-то статьи на эту тему, тем не менее, возможно. То есть я сейчас сходу назвать это не готов, но учитывая, что... Так сказать, людей... Опа! Прошу прощения, у меня заточил спортсмажорчик. Да. Учитывая, что людей предпринуждают украинских солдат называть нацистами, а действия России называть специальной военной операцией никак не войной, можно представить, как это работает и во всех других историях. При советской власти тоже... Ну, то есть возьмите просто слова, гимна Советского Союза. Там ни одного правдивого утверждения нет, в принципе. То есть газета «Правда», которая, разумеется, тотально извращала представление о допустимом-недопустимом и полностью все перевирала, тем не менее, называлась «Правда». И сам текст гимна Советского Союза, который утверждал, что это союз свободных народов, и что Россия сплотила его, и так далее, все это, разумеется, полное искажение, как и факт того, что это было какое-то проявление воли народа, что это там, и так далее, и так далее. Все это полная подмена понятий, но возведенное в нечто сакральное, когда ты заповедил гимн, который поется и школьниками, и студентами, и комсомольцами, и коммунистами, и при любом торжественном поводе, вдалбливание заведомой диаметрально противоположной реальности картины мира в голову людям приводит к изменению сознания, к изменению восприятия, в особенности для тех, кто в этом контексте изначально родился. Спасибо. И как обещал последний вопрос, Денис, мне очень нравится такой писательский-читательский вопрос. Денис пишет, спросите, пожалуйста, о чем будет следующая книга Дмитрия, и когда она выйдет. А другой автор говорит, Дмитрий, пишите окаянные дни 2, ну, там, 2022-2023. Я думаю, что, возможно, история, там, да, связанная и с отъездом из России, и с вынужденной миграцией еще там, как наберет дополнительной драматичности, потребует своего какого-то отражения. У меня осенью должна выйти книга, состоящая из моих политических колонок, написанных за последние 10 лет, и как бы фиксирующая трансформацию, произошедшую с Россией за это время, и с некоторым комментарием. Это, наверное, ближайшее, что будет. Значит, и, кроме этого, несколько лет уже назад задуманная вещь, не политическая, а просто описывающая распад одной конкретной семьи. Вот я думаю, что ближайшее то, что свет увидит. Также в середине сентября в Лондоне состоится премьера спектакля о моей пьесе, пьеса о жизни еврейского гетто в городе Лоси, в Польше, во время Второй мировой войны и трансформации, заключения, происходившие с обитателями этого гетто, их путь компромисса, и тот разрушительный эффект, который компромисс на них оказывал. Вот эта центральная тема, эта вещь, которая в Лондоне, повторюсь, на английском языке, выйдет в свет в середине сентября. Называется «Белая фабрика». Вот, и в общем, как бы это основные вещи, которыми я в последнее время работал, и которыми я поняла в ближайшее время работать. Спасибо большое.